Тираспольский завод «Молдав-Изолит» остановил производство. Работники отправлены в простой. Кишинев не выдал предприятию разрешение на экспорт продукции, поскольку оно производило товары двойного назначения, а они поставлялись для российского военно-промышленного комплекса. В Тирасполе обвиняют Кишинев в блокировании экспорта. Центральные власти отмечают, что не хотят, чтобы Молдову считали спонсором агрессора войне. Тираспольский химический завод «Молдав-Изолит» производит пластмассу. Ее используют для создания печатных плат. Если добавить к ним медные провода, то получатся электросхемы – ключевые компоненты многих электрических приборов – от телевизоров и компьютеров до ракеты истребителей. Продукция попадает под категорию товаров двойного назначения, а значит, Молдова не может выдавать разрешение на экспорт, в частности в Россию. За последние месяцы агентство Госуслуг дало добро только на партию в Индию. По сути, это поддержка войны прямое. Когда нам говорят некоторые товарищи, что у нас же нейтралитет, мы же не имеем права, давайте будем нейтральными. Так вот, давайте будем нейтральными, давайте с нашей территории не будет поставляться компоненты для военной промышленности Российской Федерации, что по сути и происходило. Поэтому то, что вот сейчас оно как бы дошло до этого момента, когда просто сказали «все, стоп», и на самом деле это не прямо сейчас произошло, это произошло еще летом. Просто у них, видно, у завода были какие-то еще деньги, они еще на что-то надеялись, выплачивали зарплаты рабочим. Сейчас людей отправили в неоплачиваемый отпуск. Понятно, жалко людей, вопросов нет. Но почему мы должны помогать военной промышленности России, которая ведет агрессивную войну против Украины? Молдав-Изолит был образован в 1960 году. Начинал с производства гетинакса – электроизоляционного материала. 80-е стал передовым предприятием в Советском Союзе и обеспечивал рынок электротехнических материалов на 85%. Со временем ассортимент расширили. В списке – десятки наименований. На сайте завода указано, что продукция изготавливается на западном оборудовании. Туда же, на Запад, экспортируется. Про поставки в Россию нет ни слова. Хотя до войны предприятие выигрывало тендеры Министерства обороны России. Политический комментатор Андрей Андреевский считает, что выходом из этой сложной ситуации могло бы стать перепрофилирование. Например, изготовление предметов гражданского потребления в других странах. Либо, если они производят предметы двойного назначения, то хотя бы, чтобы оно не шло в зоны конфликтов. То есть, условно говоря, чтобы они продавали эти чипы там, я не знаю, куда-то в Евросоюз или в какие-то страны, которые имеют некую ответственность перед международным сообществом. Это еще, наверное, можно было бы рассмотреть. Опять-таки, я не уберусь тут утверждать, потому что это надо хорошо четко понимать законодательство в области, что мы, как страна с нейтралитетом, можем себе позволить экспортировать, а что нет. Я думаю, что это, безусловно, реально, потому что, в принципе, сам завод есть, мощности есть, всякая коммуникация, инфраструктура, все есть, но нужно переделать некоторое оборудование. И вот в этой связи, конечно, им стоило бы подумать о том, что как-то более кооперироваться с Молдовой и, например, обратиться сейчас там не с претензиями какими-то, а, ребята, помогите нам найти инвестора, чтобы перепрофилировать эти заводы. Потому что, почему нет? В мире всегда есть какие-то свободные капиталы. Если им говорят, что вот у нас есть готовый завод, нанятые люди, специалисты, просто не хватает немножко инвестиций, чтобы перепрофилировать. Я думаю, это вопрос, ну, я не говорю, что он 100% сбудется, но, по крайней мере, что это можно попытаться сделать, это совершенно очевидно. Но это возможно только в открытом большом мировом рынке, а не в надежде как-то вот, ну, как они все время, Россия помоги. Потому что я не знаю примеров, когда Россия реально инвестирует в какие-то гражданские проекты. То есть они с удовольствием инвестируют в вот что-то военное, но про гражданские проекты я не слышал, чтобы они, по крайней мере, когда-то, так называемом Приднестровье, чтобы они что-то реально помогли. В апреле этого года перестал получать разрешение на экспорт и электромаш. Он производит электрические машины для оборудования, предназначенного для энергетической, а также химической и нефтегазовой промышленностей. Весной на предприятии заявили, что получили от Кишинева отказ на экспорт с формулировкой «нанесет ущерб безопасности и национальным интересам внешней политики Республики Молдова или решению международных организаций, в которых она участвует». Однако проблема возникла не сегодня. Заводы Приднестровского региона давно отправляли на экспорт товары для оборонного сектора. «Я вот нашел по случаю доклад 2002 года, то есть это еще период, когда президентом был Владимир Воронин. И там, в частности, говорится о том, что Госкомиссия Молдовы, которая тогда так называлась по Приднестровскому регулированию, обнаружила, что не менее шести заводов Приднестровья производят боеприпасы и вооружения, которые в последние годы используются в горячих точках планеты. И там перечисляется Тираспольский завод «Прибор», который производит установки для запуска реактивных снарядов. Там же упоминается, что производятся гранаты СПГ-9, минометы, ручные минометы Катран. Также электромаш и металлорукав выпускают пистолеты ПМ и ТТ, а также автоматы Калашникова. Завод имени Кирова производит гранатометы НПГМ-40. Электромаш и завод имени Кирова производят противотанковые гранатометы. И тут перечисляется большой список этих наименований. То есть на самом-то деле комиссия установила, что это поставлялось в Чечню, в Абхазию и так далее. Это еще более 20 лет назад. В Кишиневе напоминают, что один из ключевых приоритетов властей – восстановление единого экономического пространства на обоих берегах нестров. Субтитры создавал DimaTorzok